Добрый вечер, Минаев Лайф в прямом эфире и в студии Паук, например. Слушай, ну, значит, ты когда видео выпустил свое обращение к химчанам? Ну, в субботу... Я увидел в понедельник. Ну, да-да-да. В субботу мы сделали выезд в Химки, например, посетили местную мэрию, например, это Химкинскую трассу, кладбище, ряд других объектов и, соответственно, засняли там небольшое количество угарных телег, сделали небольшую фотосессию, соответственно, это все, три фотографии мы в понедельник обубликовали в ЖЖ, после этого Бог нажал кнопку, например, и, значит, три телефона ежесекунда звонят, например, из всяких редакций, например, там, в общем-то, весь интернет забит, например, вот. А дайте кусочки видео, пока мы говорим. И, соответственно, допустим, это, ну, соседи подходят к родителям, постоянно спрашивают, говорят, завидуем вас, ваш сын теперь мэр Химок, например, не мог ли он нам увеличить жилплощадь и так далее, и так далее. Как совершившийся факт люди воспринимают уже. Слушай, а что у тебя, вот, что тебя стрельнуло, почему ты выдвинулся? Вот с чего ты 10 лет не занимался никакой общественной политикой? Ну, я помню твоего движения, там, в мэра Москвы, тусовки с Лимоном. Вот почему сейчас? Ты вообще, ты в Химках, вот, когда после? Ты часто там был? В субботу был, например, да, но до этого, неделя, в мере месяц, 3-4 назад, получал партию контрабанных дисков и винилов из Германии, там, в Химках, например, в общем-то, там мы с водителем забивались, например, в общем-то, стрелку, например, я ему передавал деньги, а он мне контрабанные винилы и диски из Германии, например. Вот. Вот, да, действительно, 10 лет я не занимался, например, общественной политической деятельностью, например. Да, я тебя так шикарные видео смотрю. Выдвинул меня на пост мэра Химаха, и сегодня, получается, знаменательный день, начинается, как бы, эра Новой России, в общем-то, это, вот, соответственно, ну, так. Почему вы решили выдвинуть себя в кандидаты мэра Химаха? Здесь же сейчас известно, что разгорается нешуточная борьба, да, в чем, собственно, фишка этого всего? Ну, а дело в том, что еще в начале года с товарищем Собянином мы договорились о создании уникального проекта. И, соответственно, по этому плану Москва не стала расширяться на север, а расширилась на юг, на 100... Конечно, да. В отличие от всех, у нас нет лужины, например, вообще-то это. Вот, да, и, соответственно, например, это, естественно, это, ну, такой грандиозный проект, он должен был со всеми людьми быть согласован, например, в общем-то, это. Вот, потому что, конечно же, если бы она расширилась бы Москва на юг, как бы, по-твоему, мы бы стали проводить такие великие эксперименты, в общем-то, это. Да практически никак. Никак, конечно, например, вот. Поэтому, конечно, я пошел на этот шаг с тяжелым сердцем, например, да, называется. Потому что заниматься политикой, общественными делами, это самое ужасное, что есть в мире, например. Да, Путин, он же тоже страдает постоянно, например, да, называть все это. Вот, ему очень тяжело приходится. Целыми днями нужно отдавать распоряжение прокуратуре, чтобы всех взяточников, казнокрадов арестовывали, а если арестовать всех, то кто же будет тогда работать, например? Вообще некому. Некому. Поэтому мы специально и привлекли, так сказать, это, ну, специалистов из Германии, которые, у которых все прозрачно. Например, любой человек может в гости к Клауде Меркель зайти, посмотреть, на каком на вертолете летает. Они будут тупо, как роботы, все будут делать. Например, ставки будут у них заместителями, учиться одновременно, например. Это же, в принципе, это практически Химки, это будет государственный университет управления, например. Значит, вот Антон Красовский написал у себя в Твиттере, что Химки будет первый современный Паукуград, например. Ну, в общем-то, да. Слушай, ну ведь, на самом деле, Химки город довольно говеный. Ну, если говорить прямо. Там постоянные пробки. Сейчас говеные, а через год будет отличный. Ломовейший, например, да. Мы там все преобразуем полностью. Ты даже его через год просто и не узнаешь, например. Переделана будет вся архитектура. Посажены вот такие же, это, но пластмассовые деревья, вот так, с апельсинами, например, в общем-то. Вот, все будет красота, порядок, например, да, называется. По улице будут ходить радостные люди, например. И все будет делаться для людей, например, да. Вот смотри, например, да. Вот взять, к примеру, Москву, да. Ну, те люди, которые на окраинах живут, да, они видят моднейшее лужковское улучшение, да. Такие газоны дурацкие делаются. Я, хотя живу в олигархическом маленьком поселке, я даже не имею возможности сажать цветов, например. А, получается, так, в Москве их сажают, например, да. Дагестанцы строят модные, якобы, на самом деле, ужаснейшие детские площадки из какого-то дурацких каких-то пластмассовых запчастей, какие-то качели, например, да, глупейшие, да. А для мужиков ничего нет, например, да. Вот. Получается так, что, например, да, у нас же в фильмах будет дизайнерские детские площадки, но и стол для домино, например. И можно будет за этим столом бухать, самое главное. Вместе с детьми? Да. То есть детей поставил в песочницу, а сам бухаешь и забиваешь козла? Вот смотри, например, да, представь, сейчас дождя не было. Люди могли бы из дома выйти, открыть ноутбук, включить, как его называется, этот, ну, модем, зырить наше шоу, бухать, играть в домино и обсуждать коры одновременно. Потому что ты же, да, это только сумасшедший, он же может смотреть телевизор, нарисовать какого-нибудь, это, допустим, этого, какого-нибудь человека, разговаривать с ним, например, о, клевом прогнал. А в компании это будет весело, например. И для чего нужен доминошный стол, например, да? Это же он будет роль этих православных дружин, этих вот, этих, которые, знаешь, сейчас модно. Это мы-то обязательно эту тему поговорим. Да-да, вот, это будет, по сути, доминошный стол православной дружины. Вот я выпустил книгу по названию «Обратно в СССР», вот буквально к 21 августа, например. Вот, суть ее в чем? Раньше, когда был доминошный столы, ты помнишь, как это, в 73-м году, когда, значит, это, ну, всякие послабления, цыгане стали ломиться по Москве, например, и теткам впаривали, например, мед. Это была просто подкрашенная вода, такие модные платки, например, вот. Пока тетки, например, там же все было, в магазинах только одни телогрейки, галоши продавались, а женщины хотели быть более привлекательными, чтобы хоть кто-то порол, например, допустим, да. А если она в телогрейке будет, ее, ну, как даже мужу скажи, например, давай мы тебя расстреляем, иди отпари свою жену. Он сказал, ну, лучше расстреливайте меня, но я не смогу это сделать. Соответственно, когда цыгане заходили в дом и начинали под видом платков обчищать квартиры, то мужики сразу вставали, брали колы и дико их мочили, например, и благодаря этому, как бы называется, они у теток оставались деньги, то есть у их нежен, например, да, называется. Но Порева все равно не было? Порева, понимаешь, как называется? Если, допустим, тетка, она тоже вместе с сыгранами под горячую руку попала, например, да, а когда... А получила кол. Да, она получила кол, стала плакать, а мужчина же, допустим, особенно русский человек, он всегда жалеет, допустим, плачущих людей, например. Он взял ее от парол. А дайте скайпы нам, пожалуйста. Николай, ты в прямом эфире. Добрый вечер, господа. Сергей Евгеньевич, я к вам, как к исполнителю каноничного русского рока. Понимаете? Алло, алло. Да, 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 да. Понимаете, я сам рокер, и мои коллеги рокеры, и мы зачастую хотим играть музыку на нормальных, хороших мероприятиях, на больших, скажем так, на достойных площадках. Но нам не дают этого делать. Разговор с организатором примерно проходит следующим образом. Мы подходим к ним, говорим, мы хотим играть. Они говорят, а что вы играете? Отвечаю. Русский рок. Они говорят, не, понимаете, русский рок не надо, это там алкоголизм, это болевотина, это выбор баб методом тыка, там. В общем, полная эстетизация пороков. Понимаете, да? Вот паук, это один из них, взял на себя ответственность за потерю, так сказать, репутации творога движения, каким бы свободным оно ни было. И, скажем так, не сам, не в самом лучшем положении. И нас ассоциируют со всякими паукообразными. Ты все сговнил. Да нет, наоборот, я все улучшил, например. Что касается, допустим, вашего ансамбля, естественно, в Химках мы построим несколько клубов, например, в том числе клуб имени Пуссерайт. Кстати, 31-го, первый концерт Пуссерайт будет в Химках на Химке-Арена 31-го декабря, когда их выпустят из тюрьмы, например, в общем-то. Соответственно, билеты всем представителям музыкальной тусовки будут продаваться со скидкой, например. А всем остальным людям по-дорогому, потому что Пуссерайт уже гонорар они стали больше, чем у Стаса Михайлова, и там турне уже по всему миру уже расписано, например. Но первый, вот 31-го числа у нас будет в Химках, например. Дайте скайп еще. Александр, ты в прямом эфире. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое за ваше творчество. Пожалуйста. За вашу программу, просто респект. Вот вопрос такой, но смешной немного, наверное, но немного глупый, не знаю. в курсе, да, что мультфильм «Ну погоди», попал в категорию 18+. Потому что там волк курит и бухает. Ну, потому что там сцена насилия, там еще не знаю, еще что-то. Видимо, мы все так выросли на сцена насилия. Все ясно. Да, все ясно, да, называется. Смотрите, у нас депутаты, да, они занимаются очковтирательством, да, называется. Они должны же... Друг другу или населению? Ну, населению, да. Но они должны Путину показывать, что они работают, например, да, называется. Вот, иначе Путин их может расстрелять, например. У него с такими людьми короткие, и они для него ничто. Это просто там пыль, например. Вот. Соответственно, они должны придумывать, ну, когда они тупые люди, они ничего, это, кроме, допустим, болта, например, не могут придумывать. Все смотреть на темы. Педофилы, секс, да. Вот вчера случайно включил телевизор, например, да, и там, значит, питерские законодатели целый день думали и целый день решали, как запретить рекламу, значит, это, герлов легкого поведения во время, вот этих, как называется, в питерских пробах, да, что людям раздают... Да, да, журнальчики вот эти, да, да. Да, с клювыми герлами, да. Я не знаю, какое право имеют депутаты, например, вмешиваться в сексуальную жизнь, например, допустим, это, но, питерских людей, например, да, называется, вот. Секс нам дико нужен, например, вот. И, соответственно, допустим, человеку, который, вот, допустим, вот представь себе, человек, который работает, ну, в этом, в небоскребе, в бизнес, как он называется, в центре, например, да, в Москве. В Москве. В Москве-сити. Там люди в 6 утра выезжают на работу, занимают место в парковке, спят в машине еще, например, 3-4 часа, а потом идут уже в башню поднимаются. И так же 5 часов снова, а в пробке едет обратно, да. Когда ему с девицами знакомиться? Поэтому, получив модный буклет, например, да, он сразу может, допустим, уже туда, на парковку, в Москве-сити ее пригласить, например, она приедет в 7 утра, они могут 2 часа попороться, например, и сразу будет клевое настроение, человек будет хорошо работать, например. Но, может быть, депутаты не порятся? Депутаты как раз-то порятся, но, кажется, друг с другом. Нет, ну, погоди же, действительно идиотская история. Ну, вот, это верх их креатива, например. Больше ничего не могут думать. Целыми днями показывают про этих педофилов, как будто всю жизнь, все общество, например, жило тысячелетиями, например, да, называется, еще даже до Христа, например, да, и почему-то особенно про педофилов не думало. А здесь целыми днями только мы слышим про педофилов, например. Уже первые фото жабы, еще мы эфир фактически не начали, уже и паук умирает. Отлично, отлично. Спасибо вам, парни. Медиапедия. Хорошее название. Дайте скайп еще. Евгений, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Я вообще хотел спросить. Я узнал, что паук сыграется в море химов, но я сразу подумал, что это пиар-акция и больше ничего, чтобы привлечь внимание к большим выборам, которые назревают. Ну, вспомнили хотя бы сотни, когда были, когда Лена Беркова и Волочкова хотели баллотироваться туда. И вот, я хотел бы задать вопрос пауку. Вот, ну, лично раз хотели узнать, ваш мотив, вообще, для чего вы туда идете, чтобы поприкалываться и поубирать, и что-то тогда вас не устраивают другие кандидаты, раз вы тогда пошли на выборы, ну, взять, например, вам Чирикова. Спасибо. Ну, моя миссия, чтобы вообще расшевелить вот это вот, так сказать, общественно-политическое, так сказать, болото, да, чтобы люди более креативно, например, интереснее относились к своему делу, да, вот, какое нам дело для того, чтобы будет честный выбор или нечестный, например, что люди несут, например, да, какую идею, А ты смотрел вообще других кандидатов, вот визуально, я тебе не говорю, что читал ли ты их программы, понимаешь, что все их программы пофигу даже им самим, это очевидно. Конечно, конечно. Но вот так вот, если тебе посадить на дебаты с Чириковой, например. Ну, мы с ним, это, с ней как раз будем про устройство самого лучшего в Европе, например, допустим-то, зоопарка говорить, например. Почему? Ну, как-то, это, ну, а о чем, а о чем я буду с ней должен говорить? Она тебе будет стирать как говорил батька Махнов капусту, например. И, соответственно, спонсорами нашей компании будет выступать одна из моднейших, это, ну, фирма, которая производит бензопилы, топоры, например, и все такое прочее, например. Все, оно, как называется, одно из другого следует, например, вот, и так далее. Потому что нам этот лес не нужен. Все, продадим, продадим его, построим там дорогостоящие особняки, например, там олигархи будут платить налог на роскошь, который будет у детей в Химке, и каждый человек будет получать это жирный куш для начала новой радостной жизни, например. Блин, обчустили какую-то про зоопарки. Она что, что-то, понимаешь, биолог, что ли, или она зверя? Ну, она же экологией занимается, это ее тема, например, вот это все, например, вот. Потом, допустим, мы будем сажать в Химках, например, всякие фруктовые деревья, например, вишню, яблони, да? Вот смотрите, сейчас Лужков засеет в Москву дурацкими газонами, а, допустим, вот смотри, популяризовать сельское хозяйство и программа «Сельский час» с тем же самым «Чиверсом», да? Мы начали несколько лет назад, да? Когда мы говорили нашим друзьям, там, каким-то модным людям, банкирам, это, сельское хозяйство, это клево, я купил себе дальнюю деревню, 30 гектаров, ну, это какое-то фуфло, да? Но, это Совковым людям кажется фуфлом. Тем не менее, жена Барака Обамы, такого уважаемого человека, выпустила книжку «Стеллером» в США, и уже даже люди «Волл-стрит» у себя на крышах, например, да, называют, сделают модные огороды. Ну, она же сказала, что она ждет, не дождет, когда они срыгнут с белого дома, чтобы у нее нормальный огород был. Вот, правильно, вот. Поэтому, как называется, в Америке людям с «Волл-стрита» не западло копать лопатами, а почему-то из «Альфа-банка» им это не нравится, например. Ну, потому что люди из «Волл-стрит» столько не зарабатывают, сколько людей они питаются. Вот, допустим, здесь журнал «Форбс», например, да, вот что он печатает, какой хит-парад, например, да, самых богатых людей, например, да, которые встали в этот месяц, но не печатает хит-парад, сколько богатых людей умерло, допустим, от инфаркта, и так далее, и так далее. Если посмотреть этот список, да, называется, то вот этот хит-парад, он будет, в общем-то, наоборот, например, потому что человек переживает за деньги, человек, так бы, человек из «Альфа-банка», чтобы на улице, у меня папаша, он философ, да, называется, и он мне, как бы, это объяснил, фишку, он говорит, ты вот паришься с сиренем в одном соку, там, допустим, пиар, концерты, Рубилова, скинхеды, все, переключись на другое. Так раз человек пошел и покопал землю, и в этот момент у него родилась бы какая-нибудь невероятная финансовая схема, например, и он мог бы, как Рокфеллер, вмиг обогатиться и стать просто, например, самым богатым человеком, а когда он тупит постоянно вот в одном и том же состоянии, там ничего креативного не происходит, все схемы одни и те же. Слушай, поучил, скажи мне, пожалуйста, какие у тебя будет во время вот выборной кампании начинается Химкинской, давай за тебя, вот начинается выборная кампания, ты будешь встречаться с избирателями, устраивать там дебаты по-тупому, ходить, ну вот, ты знаешь, что там Митволь тоже будет, Митволь очень любит. Митволь у нас будет в новом правительстве, значит, Химок будет в бюро сносов работать, например. Где будет? В бюро сносов, ну по типу речного речника, понимаешь, который он сносил? Да, да, он Пугачева сносил. Да, соответственно, там же мы же будем античный город делать же, например. Соответственно, в Химках, например. Вместо Шереметьево, что ли? Да, просто потом чертежи все, они фюрер уже со Шпейером их давно сделали, и чертежи все валяются, например, бесхозно, немцы их всех привезут, вот, соответственно, а старые дома нужно будет сносить, и вот этот вот весь цемент, вот эти кирпичи разломанные, на перерабатывающую фабрику. Как раз Митфель, он будет возглавлять этот отдел, а также он откроет, помнишь, он в Москве закрыл любимую закусочную Высоцкого, антисоветскую. Да, 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 на Динамо. Вот, и в чем фишка будет заключаться, да, вот смотри, мы еще раз вернемся к сексу, например, да, вот смотри, есть такое народное средство, как пятерочка, например, да, называется, вот, люди пошли туда затариться, например, какая тетка разведенная и одинокий мужик, например, они пошли, купили, это, ну, чай, выручай, например, вот эти все, вот эти. Вот, а при пятерочках будет стоять небольшие рюмочные, они будут называться антисоветские, человек купил товаров, подошел, подошел к столику, налил себе рюмочку прямо из своего бухла, и тетка это идет, раз, она говорит, допустим, чай выручай, допустим, допустим, но не хотите водочки, раз, она говорит, а что, а что, хочу, например, а у меня и венцо имеется, например, вот, сразу, а метвольтус здесь при чем? Вот, он, так как он запретил, он, допустим, запретил в Москве антисы, он должен свою вину перед 80-никами скупить же, это, нас же гнобил этот советский строй, не давал нам слушать модные пластинки, не давал нам покупать, возможно, джинсы, например, запрещал интернет, Булгакова, порно, Шварценеггера, да, вот это, вот это совок, да, поганый, например, да, вот, и, соответственно, мы все 80-ники, да, мечтали, ну, когда же в Москве хотя бы одна антисоветская, ну, закусочка откроется, он плюнул в душу всему нашему поколению, поэтому, и он должен вот этот вот плевок искупить, например, допустим, да, а может, его на разлив можешь поставить? Ну, пожалуйста, он в пиар-акциях может участвовать, например, допустим, да, допустим, ну, там же большая сеть этих магазинов, пятерочка, например, вот, соответственно, там будет дико рубиться, например, и все, там люди будут дико затусовываться, потом, допустим, где эта дама скажет, а может быть, у меня дома продолжено, у меня и закусочка имеется, ну, и все, и в городе будет приятный климат, например, то есть там будут все время все бухи, будут шпилиться каждый день, а еще домино, конечно, выпил, пошпилился, родился новый человек, например, допустим, понимаешь, называется, это же, нам же нужно население увеличивать, например, потом же, понимаешь, смотри, если, допустим, в Тверской области, например, так, пройдет референдум, что они будут присоединяться к химкам, например, так, да, то там громадное количество мертвых деревень, например, да, там только живут одни. А у тебя есть деревня Пауковка или Таблоны? Ну, конечно, Пауковка 2, да, у нас около там 30 гитаров, за копье было куплено, например, да, там были, ну, этот как бы кризис начался, он даже не в Ельцинское время, например, да, тогда уже где-то в 83-84 год, помните, такие старые дурацкие фильмы были, что вот какая-то деревенский чувак в телку врубился, она в город свалилась, да, и он едет за ней с картоном чемодана. да, да, и там, ну, просто вот этот ельцинский режим, он просто вот этот исход, он окончательно пригвоздил, и там просто вот в этих деревнях может кто угодно, хоть целый цыганский табор поселить, соответственно, если детей будет дофига в химках будет рождаться, их прямо будем в моднейшие, там эти, как называется, деревни селить, вот, там как раз вот, вот допустим, с Олегом Гастелло, ну, может знаешь, такой вот писатель, да, мы же еще давно ельцину телегу отправили, там, в 96-м году, например, да, чтобы не было таких ситуаций, как с Пусси Райт, например, да, оставить, допустим, в России 14 моднейших мест, например, да, ну, как Москва, например, да, а все остальное хуем снести, например. ну, остальное пусть будет православная зона, да, 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 вот, там как раз там батюшки, попы, вот это все, вот эта вся тема, а в Москве угар рубилого проститутки, негра там пусть ходит, например, неважно, например, допустим, вот, а там вот это вся тема, потом, вот, часто, допустим, нас часто говорят про беспризорников, да, называется, или про детей, которые там из детских домов, ну, там, в Америку продают, что-то типа такого, да, да, практически, например, да, кто такие вот эти сироты, Это паразиты практически, например, да, называется. Вот, они, допустим, в детские дома вот этих живут, приезжает Медведев, например, там очкователевские дела. Смотрите, у нас как дети хорошо живут. Вот их компьютер, вот их кровать, видите, все, евродизайн все сделано, да, и какие-то наклебники на общественные. У нас такого не будет. Там все сразу, где такие вот сироты, они будут отправляться в эти, как называется, православные сельские коммуны, например, да. Там будет все дико рубиться, там утром встали, доят коз, потом, например, кур кормят, например. Потом пошли азбуку изучать, например, и дважды два, дважды два равно четыре, например, в общем-то. Соответственно, уже, допустим, вот почему Крупская дико ненавидела Макаренко, например, да, называется? Почему? Вот, потому что Крупская, она была ведьма, например, да, ее же никто не порол, Ленин вообще же никогда не порол ее, например. Вот, а когда она приехала, допустим, это, ну, выпускной бал к Макаренко, да, называется, он там сделал такие моднейшие дела, что вот все герлы, которые выходили замуж, да, называется, они получили, получали, как это, приданное, да, дикое количество мешков с капустой, там, называется, с картофелем, отрезанно модно эротические платья, например, да. И она стала, как Крупская, как ведьма орать, а зачем бабам платья эротические, ну, все вот такое, возненавидела это все, и поэтому постоянно накапала на мозги Сталину, например, в общем-то, это, ну, чтобы он запретил Макаренко, например, чтобы девицы не давали никакое приданное, например. Соответственно, у нас же, когда, например, сирота будет заканчивать вот такой, например, да, допустим, вот эту, ну, коммуну и выходить в жизнь, то каждый герла будет иметь моднейшее приданное в виде всяких различных товаров, обрезанных, например, машин Лады Калина, например. Ну, вот, и чуваки также все это будут иметь, например, в общем-то, ну, и поэтому будет все отлично. А национальную проблему в Химках ты будешь решать? Конечно, да, называется. Какие у тебя будут отношения с диаспорами? Посмотри, русский народ, да, он считается вымирающий народ, да, называется. Соответственно, вот мы будем действовать по американской схеме, да. Вот в Америке вымирающим народом это разрешают играть в карты, держать казино, например. Идицы делают резервации. Конечно, да. У нас то же самое. Русский народ будет иметь право открыть Лас-Вегас, например, да, и ловить сетями рыбу, например, да. Сейчас вот что из азиатизм? Человек едет в сутки, как дурак, например, должен 3000 рублей заплатить, чтобы поймать кого-то карася. Так как русский народ вымирающий, мы арендуем в Долгопрудном большие территории, например, сделаем Химкинское море, напустим туда рыбы дикое количество. И мужики в угаре русские будут иметь право ловить сетями, динамитом глушить, что хочется. А откуда ты рыбу столько возьмешь? А ты Гитлер забыл, что ли, например? Помнишь, он историю рассказывал. Затопить Великим Белым морем? Нет, они бабушку бросили в озеро, и там в ней поселились раки. А бабушке они привязали крюк, вытаскивали, и там постоянно дикое количество раков в ней жило, например. И каждый день они имели, так сказать, ну, ведро раков. Дайте скайп нам еще. Сергей, ты в прямом эфире. Кстати, там сейчас со мной Аня Голубева пришла, она вот секретарь нашего предыдущего штаба. У нее цифры есть, например. Аня, это впечатляет. Спасибо. Паук, уходи. Давайте скайп. Сергей, ты в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если бы выборы 93-го года не отменили из-за октябрьских событий, насколько высоки были бы ваши шансы на победу? Ну, я думаю, тотально. И в то время группа коррозии металла была страшна, в мейнстриме, например, да. И мы без проблем всегда собирали там 4, 5, 7 стадионов крыльев Советов подряд, например. Так что и Люберцы еще за нас были, потому что сами Люберецкие, они сначала били металлиста, да, называется, а потом прикинули, ну, допустим, сказали, давай-ка мы лучше будем, как называется, с вами вдоль и в охране, например. Соответственно, конечно, мы бы все эти выборы выиграли, потому что Лужкат-то никто не знал, например, еще уже, например. Да, если бы Паук был мэром Москвы, это был бы трэш и угар. Аня, чем ты занимаешься? Я поддерживаю предвыборную программу Паука, я секретарь нового правительства, Химок. У тебя, ты что с папкой прислала, у тебя там цифры, планы? Да, да, у меня там важные цифры. Ты Лас-Вегас уже обсчитала? Конечно, обсчитала. Ну и что, расскажи нам про цифры, вот что ждет химчан, вот как, кстати, говорить, химчане или химкинцы? Я понимаю, что плохо. Ну так, мне просто сегодня интересно, вопрос мне сегодня задал. Наверное, лучше-то будет помоднее химкинцы, например. Химкинцы? Да, химчане как-то вот так, ну, по совпаду там, да. Говена, химчане, за счет говена. Что ждет дорогих химкинцев? Ну да, цифры прочитаем. Ну что же, их ждет моднейшее казино Лас-Вегас. Так. Сколько там будет севардцев? Да, оно будет приносить прибыль примерно 186 миллионов долларов в год. Например? Да, например. И они будут делиться на всех жителей химок. А сколько сейчас жителей в химках живет? Там где-то примерно 170-180 человек, например. То есть? 100 тысяч, да. То есть, это... Ну, примерно 190. 190, это же во сколько каждый житель получит? Ну, не меньше, чем это по косарю, например. То есть по косарю в год будет прилипать, типа? Да, 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 да. Да, потому что, например, когда Путин в Новый год начал выступать, да, называется, у людей везде в каждой квартире будет сенсорное табло, сколько человек накапало, например, да. Пока Путин выступает, нольков закончил, там уже раз, сразу косарь уже прилипает. Аня, ну ты изучила кандидат, вот кто больше всего опасен для вас? Вот с кем вы будете полемизировать, с кем вы будете драться? Кого-то, может быть, вы убьете просто. Такие простые политологические вопросы. Нет, таких методов мы не используем. Так. У нас только честное голосование. Мы уверены, что за нас проголосуют. Потому что у Паука очень четкая, креативная программа. Ну, Лас-Вегас, нет, я по косарьку, как бы, жителя речного вокзала могу получать, же тоже, в принципе, химки. Ну, если я за реку перееду, например... А, вы можете на своей улице референдум провести, например. Чтобы присоединиться, например, к химкам. Конечно, да, 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 да. Вот и все, например, да. Так что договоримся там, что нормально будет. Слушай, а хороший этап, смотри, если Паук сейчас выиграет химки, да? Ведь можно же в обратку отыграть, не химки присоединить к Москве, а Москву, например, к химкам. Конечно, конечно, да, да. И будет вообще все общего. А дайте еще нам, жителей, пожалуйста, послушать. Скайпы дайте нам. Митя, ты в прямом эфире. Добрый вечер. Хотел задать следующий вопрос. Вот если бы произошла такая ситуация, возможность появилась, чтобы с этой планеты исчез какой-то один человек, вот кого бы вы выбрали? Просто исчез и все, пропал. Нет. Конечно бы, первым делом нужно убрать мумию, например, да, называется, с Красной площади, например. А ты противник, да, ты хоть с Лениной? Слово человек. Ну, да, какая родительство. Он же человек, например, да, называется, практически, например, да, называется. А вот это вот дьявольское проклятие, пока она вот стоит с этой мумией, например, да, вот эти все несчастья, например, да, даже вот получается так, практически, например, да, что вот если говорить олигархическим языком из-за этой мумии, как будто, как вот, помнишь, пела Мирона в песне, что в понедельник эта мама родила всех. Да, да, и не растет кокос. Да, ничего вообще, ну, не растет, не делается, например, все, вот, вот. Поэтому, когда вот этот вот мавзолей, например, допустим, он будет убран оттуда, например, да, называется, вот, соответственно, то мгла над Россией, как называется, развернется, например, да, будет чистое небо, например, да, Бог, как называется, обратит на нас внимание, например, и пошлет манну небесную. Слушай, ну, вот ты совок не любишь, Ленина ты не любишь, а к Сталину ты относишься хорошо, это как вот так к тебе уже? Ну, я, почему я не говорю, например, что я к нему хорошо отношусь, наоборот, что он, он обычный грузинский вор, это, в законе, например, да, называет, все его заготовки, это все, если, допустим, Троцкий, это был там какой-то человек с моднейшими, там, такими, всякими шахматными многоходовками, все вот эти дела, это просто король коварства, например, да, в общем-то, и никакого там величия в нем нет, это посадили любого человека, вот из Грузии, например, да, называется, вора в законе, например, да, называется, вот, там управлять какой-нибудь республикой, например, он же такой же сталинизм сделает, и вот и все. Слушай, про многоходовки, я читал, значит, у тебя следующее, что ты считаешь, ты вот на самом деле считаешь, что Пуси Рай – это сурковская разработка? Ну, да, это, естественно, это сурковская разработка, например, так, чтобы, ну, он стал начальником церкви, например, и начальником Путина, например, так, да, называется, вот. Здесь много всяких пирогов к этому делу, там, так сказать, слоев, вернее, в этом есть, например, да. Но, как бы, здесь еще есть и вот этот реальный факт, например, да, что, предположим, если представить себе, чтобы, допустим, это происходило не в Москве, например, а в каком-нибудь, допустим, дурацком, допустим, в городе Нью-Высики, например, да, в котором, допустим, какая-нибудь, допустим, девица православная, например, да, называется, работала в учительстве в школе, например, допустим, да, одинокая. Да, с ребенком, например, вот, и, а вечером бы репетировала в панк-группе, например, да, и город, представляешь, захватывает, допустим, наркомафию, например, торгует синтетической лабудой, город весь умирает, ее крышует наркобарона, например, менты, мэр города пилит бюджет, каким способом она может, допустим, это, ну, противоставлять. Допустим, смотри, в России политикой может заниматься только Путин и Медведев, но они стали заложниками своей политики, они запретили скинхедов. Если бы это, допустим, панкская гирлаба, например, взрала бомбой, например, бы, это, ну, допустим, это, наркобаронов и цунеров, то ее бы сказали, ты скинхед, фашистка, например, допустим-то, ну, так как она законопослушная человек, что Путин запретил, то она не делает. Поэтому у нее был единственный выход сделать в местной церкви панк-молебен, например, допустим-то, чтобы как-то людей обратить на это внимание, например. Поэтому они, в общем-то, у них больше другого выхода не было. Или чтобы им нужно было самим себя поджечь на лобном месте, например. Нет, ну, а при чем ты считаешь, что это, ну, как бы это власть разыграла все? Ну, а ну... Бирея Казакова ебала его в жопу с трапоном, он умер в Израиле и ничего и не завещал. Никулин наебал Витсиной Моргунова. Актер с неволовимых стал бомжом. Ну, реально, на самом деле, ведь так телевизор не показывает. Ну, конечно, да, да, да. Естественно, да. Или, допустим, мне присылает сценарий, например, да, называется... Центральный... Центральный канал, Третья кнопка, да, называется вот... Центральное телевидение? Да, да, да. Это на НТВ такая программа? Нет, нет, нет. Нет, вот этот, который, ну, московский, бывший, как МС. Третий канал. Третий канал, да. Прайм-тайм в 6 часов шоу, например. Здравствуйте, Сергей, мы сейчас вам прочитаем сценарий нашего модного шоу, которое будет в прайм-тайм идти, например, его будет все дико зырить на плазмах, например, допустим, и так далее, например. Я говорю, хорошо, присылайте, например, там, ток-шоу будет обсуждать, имеет ли право 70-90-летняя бабка на секс, например, да, называть? Где? Вот, это в прайм-тайм в 6 часов. Где она имеет право на секс? Ну, просто вообще, ну, имедленно пороться, например, допустим, брать в голову. Тогда получается, что в следующей передаче должна быть такая тема. Имеет ли право 100-летний дед дрочить, например. И это должно везде, вот, допустим, везде транслироваться, идти, человек заходит в супермарк. А ты вести должен был это шоу? Ну, я должен был участие, комментировать. Ну, знаете, я вот думаю, что он дрочит тебе право. Я вот такой комментарий такой, что ли, давай, да? И все должны, вся страна должна от омерзения смотреть, посмотри на этих кретинов, на эту бабищу. Представляешь, как ее можно пороть? Она страшная, как, видимо, 90-то лет, например. И это практически с трупом пороться. И никто не сможет, ну, оторваться от этого, понимаешь, называется? Все будут видеть эту гадость, например, да, но оторваться не сможет. Вот, как бы, вот эта вот тема, она же реально происходит на всех... То есть ты считаешь, что народ этим от митингов отвели? Конечно. Ну, естественно, конечно, да, называется, вот. Я там, конечно, митинги приветствую, да, называется... А ты ходил? В качестве стороннего наблюдателя, например, в чем-то, вот. Как все происходит, какие там, это, тенденции, там, в общем-то, все такое прочее, например, да. И вот еще то, что меня подвигло, вот начать вот эту вот компанию в Хим, как, да, называется, то, что митинги, это хорошо, вот эта все движуха пошла, да, нас народная, против совка, например, да, но нет никакого креатива. Зачем это все? Для чего? Для власти и бабла, зачем это еще нужно? Ну, а людям, какой вот этим митингующим смысл от этого, какой, ну... Да, я понимаю, что на митингах хорошо клево потусоваться, это здоровская тусовка. У нас, кстати, там в Химках будет постоянный лагерь оппозиции, например, да. То есть вы прям разобьете под него площадку? Да, 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 любой москвич, например, да, он может с детьми, там, это, в субботу, прямо приехать с своей палаткой, там, называется, тусить, костер сжечь, например, бухать, там, это, например, да, там, какую-нибудь герлу в палатке отпороть, например. Это нормальный досуг, например. Ведь, да, помнишь, когда у нас в Москве была горбуха, например, да? Да, конечно. Вот, и любой человек, любой музыкант, вот, из пангруппы, вот, который звонил своим, которого не дают концепты давать, он мог взять самопальные диски свои, свои сделать, например, лоток поставить, никому ничего не отчинять, торговать, концерты, люди взяли пивка, например, пошли там, угарные дела закупили, раритетные пластинки, веселье, радость, это досуг для всех москвичей был, да, птичий рынок, опять же, например, да, и что сделал Лужок, например, да, называется, любимые места досуга москвичей, например, это, он наслушался телег от попс-мафии, например, как-то так, например, да, такая угарная рок-тусовка происходит, там, оборот, какой-то денег идет, например, да, а Филипп Киркоров без трусов никто по телевизору и не смотрит, например, давайте-ка горбуху быстренько, например, уберем, например. Соответственно, мы в фильмках сделаем такие угарные места, например, где вот в пятницу, в субботу, в воскресенье люди могут тупо отдыхать, у нас же люди не имеют творческого подхода к жизни, например, они умеют ходить на работу, а потом, когда они, например, в субботу проснулись, обыватели такие, дети, пап, пойдем на каток, пойдем туда, пойдем туда, они родили тупые, они, знаете, только на работу ездят в пробки вот так и обратно, например, все, они больше ничего не понимают. А так ребенок, он говорит, пойдем в лагерь оппозиции, там весело и клево, там пусть и райд наступает, пойдем. И они вот родители будут тупо вот так ехать, например, да, в этой кредитной машине, а детям будет дико в кайф, например, да. Паука, а ты, например, не любишь большинство людей, правда? Почему я всех людей люблю? Мне так кажется, блин. Дайте еще, дайте еще скайп, пожалуйста. Вот, Настя Исхимок, например. Настя, ты Исхимок, например? Да, мы все Исхимок тут, например, в Диханке. Здравствуйте, Сергей, Сергей тоже здравствуйте. Мы все думаем, что до сих пор... Алло. Да-да-да, мы тебя слышим, слышим, мы бухаем. Мы думаем, что наш город ЧПС как-то заслуживает вообще паука, потому что мы уже давно оближимся к чаду Патежа, и эти выборы, как бы, они еще раз намекают немножко, и Сергей гармонично очень вписывается в эту предборудованную кампанию. Вот, мы хотим задать два вопроса. Пау-пу можно? Давай-давай. Давай-давай-давай. В общем, да-да-да, первый вопрос, ну, как бы, когда вы все-таки придете к власти, нужно же будет как-то менять образ города, это будет уже чад Патежа и второй Лас-Вегас, и мы думаем, как бы вы, ну, изменили, может быть, образ, ну, как-то герб, какую-то визуальную айдентику, может быть, какую-нибудь бешеную лесу на герб приделали, вот как именно будет поменяться сам символ города Химок наш, например. Естественно, конечно же, например, когда мы придем к власти, мы изменим весь дизайн жизни в городе Химки, например, да, все будет офигенно красивое, клево. А какой у Химок будет герб, вот так вот завтра, если ты... Какой-то радостный и дико узнаваемый, например, да, поскольку... Бутылка водки? Там, там, может, это, ну, буква Х будет, ну, естественно, например, да, сердце будет точным, например, да, может даже и Баттлэмбер, а может быть какой-нибудь ангел, ну, чтобы это узнаваемый был бренд, веселый и радостный. В Химкух у нас будет создан громадный институт красоты, например, да, вот Баронесса, которую, вы видите, вот там в ролике была вот такая моднейшая, такая большая женщина, например, да, она, у нее в Москве уже есть, 15 салонов красоты, например, да, называется, а там будет дворец красоты, и все местные гирлы могут ходить, например, да, и бесплатно делать, допустим, моднейшие прически, макияж, например. Что? А кто за это платить-то будет? Как-то китайцы, которые будут проигрывать в казино, например. Еще дайте вопрос. Сейчас, подожди, подожди, цитату про моднейшее сегодня меня порвало. Это из тех же тем для ток-шоу, которые, собственно, Паук, например, предложил российскому телевидению. Мерзкая старая жирная проблечь из Сочи утверждает, что Никас Сафронов переспал с ней. Алкаши из деревни заперли двух детей заморзшие и держали их в коровнике с козами 3 года. Где? Куда-то надеялась, слушайте. Девушка у нас пропала куда-то. Давайте еще скайп. Никифор, ты в прямом эфире. Как бодрость духа паук. Паук, у меня такой вопрос. Как вы относитесь ко всей этой истории с Андресом Брейвиком? И какие средства вы могли бы предпринять, как мэр Химок, для предотвращения подобных терактов и вспышек насилия? Слышно меня было? Да, 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 слышно. Да, Норвегия родина викингов, да, называется. Любой человек в Норвегии, он по сути неважно, он даже официально на военной службе не стоит, он практически является все равно солдатом, например. Да, неважно, сколько это прошло тысячи лет, например. Этот кодекс был принят в Норвегии еще в 063 году нашей эры или в 065? Нет, в 066. А, в 066, вот. Честные жулики. Да, да, да. Поэтому, конечно, когда он увидел, что, например, называется Норвегия, постепенно оккупирует непонятные цунеры, гастарбайтеры, и люди, которые могут дестабилизировать, как бы называется, жизнь в стране, например, построить непонятно религиозные там заведения, например, и ухудшить его общий дизайн, например, ему, конечно, как воину пришлось навести порядок, небольшое количество людей отправить в ад, например, в общем-то. Но они попали в Волгаву, они, они без оружия были, в Волгаву он бы попал. Соответственно, и, допустим, если мы говорили бы, например, что пусть Райд бы, например, действовали сами по себе, то они как Брейвик могли бы сказать, что мы не признаем суд, апелляцию никакую подавать не будем, да, называется. И сказать, пожалуйста, сажайте нас на 100 лет. Мы требуем, чтобы нас посадили на тысячу лет, например. И дальше бы закрутился весь механизм, началась громадная кампания, Мадонна бы взяла их детей, бы повезла в Америку. Там собирались бы целый стадион детей, там был целый фестиваль «Дети всего мира» в защиту детей группы «Пусть Райд», например, да, называется. И, соответственно, власти бы тогда бы, они бы, вот этот прокурор, который привел их в первый раз в суд, например, его сразу бы отправили бы на Медвежий остров, например, чтобы он там занимался нерпой, например, медведями, например, и прочими всеми высюками, например, да, называется. Вот. А так как они, например, все в общей, в этой заготовке, например, они стали какие-то апелляции дурацкие, например, делать. Ну и все, соответственно, сразу вот все запалили, и вот эту всю ситуацию, например, допустим. Дайте еще скайп, пожалуйста. Кто? Назар, ты в прямом эфире. Добрый день. Сергей Сергей. К сожалению, не знаю, как зовут девушку. У меня вопрос такой, в общем, да, очень приятно. Вот, к пауку. Такой вот вопрос. Если вот на посту мэра вам предложат, допустим, убить 100 человек для того, чтобы все остальные в городе Химках, да, там, жили хорошо, вы пойдете на такой шаг или нет? Ну, как бы называется, еще в детстве, когда я был тинейджер, да, называть, даже не было металлистов и скинхедов, например, да. Вот, я тусовался в тусовке пацифистов, например, тогда хипарей, например. Хипарей. Да, но у нас были, здесь вот в книге, кстати, «Обратно в СССР», например, да, называется, хотя у нас было уникальное явление, да, называется. Если на Западе просто рисовали пацифик, например, да, то у нас крестик маленький еще наверху был. Это как бы, это... Я помню, на стенах подъезда, да, рисовали. Да, 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 это, значит, православные пацифисты, например, да. Ну, это какое-то уникальное, чисто совковое какое-то явление. Кто придумал этот дизайн, например, это было непонятно, например. Вот, и когда, значит, я закончил школу, например, да, называется, вот, 1 июня на День защиты детей, мы всей хипарской тусовкой поехали в Царицыно. Там такой громадный сходняк такой, в общем-то, хипарей был, например, вот. У меня была, значит, дореволюционная машинка «Зингер», например, в общем-то, вот. Я узнал, что, например, оказывается, хипарскую одежду можно из калашить с помощью машинки «Зингер», например. Вот. Ну, сразу шил вот этот ксивник, да, потому что, смотри, для чего ксивник нужен был, да. Вот. Предположим, если ты поехал на футбол, например, да, называется, и принял участие в Махаче, всех свинтили, да. Тогда советские люди все ходили без паспортов. У кого паспорта нету, тот куковал в ментовке часов 7, 15, 20, пока там под сабу проверят, есть ли такой человек. Когда у тебя паспорт есть, тебе его проверили, показания взяли пинком, это под зад, и ты свободен. Поэтому хипарей не ходили с ксивниками, например. Вот. Я, значит, вышел на ксивники вот этого вот «Пацифика», оно с крестом, 606, ACDC и Iron Maiden, например. Ну вот. Нас раз тут же, как мы не успели пару снимков сделать, нас сразу эта береза приняла, например, в общем-то, и сразу ментору все отвели. Там уже сидят уже, значит, словы ведомства разного типа, например. И там один человек спрашивает, например, допустим-то, товарищ майор, вот этого с ксивником, как классифицировать «Пацифику», например, допустим-то. Вот. У него, видите, у него здесь вот «Пацифик» нарисован, «Шёртшар-6» и Iron Maiden. Ну, человек подумал, например, записывая его к фашистам, например, допустим-то. Так я стал фашистом. Но изначально я человек пацифический, поэтому убивать мы никого не собираемся, например. Слушай, я вчера нашел в сети твой райдер. Ты реально его отсылаешь людям? Значит, тут написано следующее. Про гостиничный номер, бухло. Мне вот что понравилось. Нерадивые промоторы. Это из райдера «Коррозия металла». Бывают случаи, что в некоторых городах местный организатор, например, «Богач», занимается концертами просто для личного кайфа. Для них главное бухнуть с артистом, потусить и т.д. Эти люди не заботятся о нормальной рекламе, и фанаты случайно узнают о концерте. Для таких случаев предусмотрены штрафные санкции. В случае, если для организаторов не важен сбор людей, он обязан выпустить 200 женских билетов с пометкой «Герлс» и раздать их местным женским ПТУ. Ты прямо вот отдаешь? Реально твой райдер. Да, да, да. А кто-нибудь раздавал билеты в путягах? Конечно, да. У нас была вот такая вот история замечательная в городе Герои Саянск. Саянск. А не, или Ангарск. Ангарск, да. Вот. Мы, значит, туда приехали из беднейшего города Черемхова. Я, кстати, предложил его в Черепково переименовать, чтобы череп на гербе был такой, например. Ну вот. Там такие бедные шахтеры, они старые фанаты металла, например. Мы садимся ночью уже в автобус, например, да, называется они все «Паук, братан, ломовейший». Ну что бы тебе, ну, на память подарить, например, допустим, вот это. Ну вот. Вот, значит. Знаешь, мы тебе уголька привезли, например, да, и подносят к автобусу мешков 20-30 с углем, например, да. А у нас так есть автобусы, забит аппаратура, и там просто негде. А у людей ной руд ноликопа, и мне понимаешь, ну я что сказал, вы что офигели, какой-то уголь дурацкий мне принесли. Например, ну я, ну так мне, просто бедные люди, ну мне не хотелось оскорбить. Я там, ну, называется, говорю, грузите уголь, там все люди орут, куда грузите, если так все аппаратура забит. Ну, в общем, уголь здесь запихали, приезжаем в Ангаск, например, ночью приехали, а там разница 7 часов, да, называется. Когда ложиться спать, в Москве самое время тусоваться, например, да, называется. Вот, делать вещи, поехали в баню, проституток возьмем, например. Взяли, значит, девица, например, уже под утро, например, подходит банчик, нужно там за девочек, за это все расплатиться, за бухловый угар. А я говорю, а может, угольком возьмете? Он взял? Да, конечно, все, это, и там, ну я сверху накинул, может, еще руб, например, да, все так, ну, это. Вот, все, уголь отдали, в автобус грузимся, там телки раз заходят туда тоже все эти, ну, легкого поведения. Мама выбегает, девушки, вы куда, например? Мы с пуком едем, мы с нами дикими звездами, например, а нас узнает весь мир, например. Поехали, значит, в какую-то гостиницу, неважно, утром просыпаюсь, смотрю, я в Германии нахожусь. Например, выясняется, что вот этот город, да, пленные немцы, это, из дивизии, ну, Досрей, стоя, строили. Там четко, четко сосна, четко барак, вот такое все, знаешь, такое моднейшее, как в Мюнхене, как будто находишься, вот так, все ровно, аккуратно, все вот такое прямо. Ну, мы там дали концерт, утром выезжаем, говорят, поесть бы, а человек, хорошо, и заезжаем в женское ПТУ, например, да, называется, где в целом здание, это учится, допустим, полторы или две-три тысячи герлов, например. Мы заходим в столовку, например, допустим, наш гитарист Чингисан, он, допустим, ну, не пьет, а оно ест много очень, например, очень невыгодные участники группы, например. Ну, да, это такой попадос. Да, вот, так что бухла-то себя навалом, оно бесплатно, а из-за еду мне приходится платить. Тупей себе, скорее, из КТК, да, из КТР кошелька, например, раз, он убирает полный поднос, и ему говорят, допустим, 17 рублей 20 копеек, например, это там 2008 год, например, допустим, он, что, 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 17 рублей 20 копеек, а там, ну, просто, там, реально, по московским меркам, там, на полторы тысячи рук набраны, например. И все-таки там, такие счета, 12 рублей, 10 руб, 5 руб, например, да, называется, ну, дико офигели, сидим, живем, а там вот у меня урок происходил, и вдруг какая-то одна телка выходит такая, рассмотрит, например, один спрос, живые легенды приехали, например, да, на это просто озеро Байкал, там, ну, город-то в аду, в Сибири, там, в тайге находится, например, а вы кто, Макарозия Металл, это вы, там, что-то вот такое песня, Рашеводка, Люцифер пели, да, и мы. Вот, и мы раз так уже выходим, и вдруг, прямо, знаешь, там звонок произвенел из всех классов, то есть толпы герлов, тысячи герлов ломятся вот так, например. Я говорю, герлы, приезжайте сегодня в Иркутск, наш концерт, на эти билеты. Там ад полный началась, драка, например, за эти билеты, например, автобус отъезжает, сразу 50 человек к нам, вот одно дикое, в общем-то, сели, например, в общем-то, вот. И, соответственно, ну, это, все герлы бросились за автобусом, например, вот, и учителя бегут, например, девушки, девушки, ну, куда у нас следующий урок математики, да какая математика, маскарой сделаем вместо в Иркутске. Дайте скайпы нам. Алексей, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Паук, здравствуйте, Аня, как попросить духа? Ну, отлично, после вискаря-то особенно, да. Сидим нормально, например, тупейшие виды виски пьем, да. Так, вот, вопрос, в общем-то, к Пауку, собственно, ну, ты вот как-то в своей книге «Девки, музыка и бухло» написал одну телегу, типа, вот, если вы не бухаете, вас снимают витебные приключения, то вроде вам делать совершенно нечего, вот, миссия закончится полным крахом и душевным раздадом. Ну, вот, если ты, Паук, все-таки станешь мэром города Химки, например, как ты тогда будешь в севере побухать, заниматься ГТР-бежухой, ну, не знаю, проводить свои концерты, секс-шоу, например? Например, Бог устроил так, что, например, что в природе есть день, а есть ночь, например, да. Вот, соответственно, днем мы будем заниматься, допустим, полезными трудоработами общества, да, называется, а уже ночью мы всегда можем зажигать сани, например. А дайте, например, девочку с ногами на скайпе, вот там, например, я вижу. Маргарита, ты в прямом эфире, например. Да, здравствуйте. Девочку с ногами зовут Маргарита. У меня такой вопрос. Я очень рада слышать паука, я рада, что человек из народа может пойти в мэры. Вот. Я сама живу не в Химках, к своему сожалению, так как у меня на Войковской строят северо-западную хорду, если знаете. И прямо вот мой дом рядом с линией дороги. И, к сожалению, жизнь здесь абсолютно невозможная. Очень хочется переехать куда-нибудь там, где зеленое, свежое, и где герб будет в виде сердечка и креста. Возьмете? Я думаю, что паук тебя переместит, например, прямиком в ад. В ад? Конечно. С гербом и сердечком. Да, без проблем, смотри, в Химках нам нужны клевые герлы, например, да. Рожать новых людей. Да, да, новых людей, например, да, называется, для создания КТР-армии, например, и вот, и так далее, вот. Поэтому мы просто, когда после 15-го числа тупо напиши заявление, приди в мэрию, например, да, называется, ну, изложи, чего ты хочешь, например, да, называется, как поменять свою однушку или сколько у тебя, трешка на Войковской? Двушка. А, двушка, ну, соответственно, ты пока еще, конечно, до марта месяца ты можешь ее поменять на трешку, но уже потом, уже, конечно же, в Химках квартиры, они же будут уже, сам понимаешь, по-дорогому. Ну да, ты только, в марте ты только сможешь будку для Ротвейера, свою двушку поменять, например. А у меня Йорк. На будку, нет, на будку в лагере оппозиционер. А дайте еще скайп нам. Кто? Велеслав. Ты в прямом эфире, Велеслав. Привет, Сергей, привет, Паук, привет, Аня. Меня хорошо слышно? Да. Паук, хотелось задать два вопроса. Во-первых, я сам играю в рок-группе, ну, недолго, два года. И концерта первого еще не было. Вопрос такой, что можно замутить такого адового на первом концерте, чтобы зрители угорели, чтобы музыканты угорели, чтобы всем было угарно, и чтобы, ну, запомниться зрителям. Трудно сказать, например, да, здесь много всяких вариантов, например. Ну, просто можешь хотя бы поджечь свою гитару, например, да, если это уже будет нормально, шоу, например, вот. Соответственно, в химках, да, еще какая фишка будет, да, называется, вот, что касается рока, искусства и так далее, и так далее. Вот, допустим, в Германии то же самое, да. Там рок-клубы, например, или площадки, например, да, они, государство и город не платят никакую аренду вообще, например, да, поэтому весь ход отдает музыкантам, или, например, уменьшается плата стоимости посещения, так сказать, билетов, да. У нас же, получается, допустим, в Москве, например, да, на все концерты, например, да, на самом деле астрономические же суммы билетов стоят, например. И в химках мы построим, нескольких, больших, моднейших рок-клубов, например, да, где будут и западные звезды будут выступать, например. А если просто все химки, например, снести и построить один рок-клуб? Ну, мы сделаем пять или семь. Второй вопрос какой у тебя? А, второй вопрос. Вот интересует отношение паука к такому интересному вообще человеку в ручном роке, как Егор Летов. Его творчество, его жизнь, ну, как к пауку этому относятся? Уважение. Ну, конечно, да, Егор Летов, там, ломовейший, конечно, человек был, например. Вот, конечно, темные силы, они подстроили так, что, например, он, конечно, был неугоден многим людям, например. Вот, и я тысячу раз Летову говорил, например, да, что нужно выпивать моднейшие тупые вискари, например, да, или крымские портвейны, например, да. Он говорит, да нет, это все фуфло, это твоя пуковская вкусовщина, я просто пойду в водяры выпью, например. И, кстати, это, пошел в магазин, купил левейшую водяру, которая была, кстати, произведена в Южной Осетии, например, в общем-то, да. Вот, и сразу, в общем, умер после этого, отравился и умер, например, в общем-то. Поэтому в 2008 году, когда вот началась вся эта тема с войной, например, в тех краях, например, да, ну, я и многие люди, я в том числе, были не особенно довольны тем, что будет продолжаться поставки вот этого некачественного спирта, например, от которого травятся люди, например, вот. Кстати, допустим... Ты прям как Онищенко. Да, вот. Кстати, допустим, вот в деревне Пауковка-2, например, да, называется, я лично проконтролировал, что, допустим, моя жена с работниками, например, поставила примерно 30-40 громадных циклопических бетонов с этими сперчатками, да, называется, и сейчас там уже заготавливается мощнейший кальвадос, это, ну, вискарь и прочие вещи, и будет гнаться самогон, а потом он будет отстаиваться, значит, в дубовую бочку, где был крымский портвейн, например, и будет ломовейший вискарь получаться. Соответственно, я призываю каждого человека заниматься из качественных продуктов с самогонным вареньем, делать прекрасные напитки и друг к другу подгонять, например. Тогда человек, он может и бухнуть, а утром встанет и будет полностью трудоспособен, например, очень. А дайте из зала вопросы нам. Есть у кого-нибудь желание спросить? Давай, давай, давай. Всем привет, меня зовут Илья, я студент. Ну, ты, по-моему, моднейший человек, наверное, в конце всяких, например, конечно, всяких нововведений медведевских. И есть такая вещь, как особая экономическая зона. Ну, то есть, например, там Сколково, там какая-нибудь Дубна. И как ты относишься к идее, чтобы сделать особую экономическую зону в Химках? Чтобы там, например, ну, те же там бордели, да, чтобы они там были и не платили налоги. Или там платили, ну, совсем чуть-чуть. То есть, вот ты говоришь, что налог на роскошь, да, для богачей. Ну, а для тех, кто для людей, как ты считаешь? Ну, нужно же, наверное, снизить налоги. Это, наверное, и к тебе привлечет и избиратель, и бабло какое-то на компанию. Как относишься к идее? Ну, да, 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 конечно. Я, то, что Химки, это будет особенно экономической зоной, да, я за это обеими руками вступаю, и мы, в принципе, ее и создаем, да. Там получается так, вот смотри. Вот предприниматель, да, он живет в городе Химках. Какой-нибудь мелкий бизнесмен, например, лавочник, так скажем, например, да, вот. Смотри, он должен, например, заплатить налог, ну, по своим всем коммерческим высюкам, например, там, ну, например, 5 тысяч долларов, да. И в то же время город ему 5 тысяч долларов должен заплатить. Поэтому будет происходить взаимозачет, например, да, и всегда у бизнесмена, у этого мелкого лавочника, у него будет на сердце всегда хорошо. Спасибо. Давайте еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня вопрос к Пауку, достаточно, может быть, простой. Какие корыстные цели вы преследуете на посту мэра возможного будущего? И если, допустим, у нас, у мэра Москвы, жена занимается брусчаткой, мы видим, как у нас активно брусчатка укладывается в Москве, то что будет в Химках? Ну, он же сказал, что у него жена гонит самогонку. Там, как минимум, тут заводы. Конечно. Гонит такой, это самогонка, козье молоко, например, и так далее, например, это ее тема, например, в общем-то. Потом моя личная корысть, это благо России, например, называют. У меня-то, если, допустим, какого-нибудь там какого-то политического деятеля, его амбиции не удовлетворены, то у меня-то есть сцена, например, я 27 лет рублю металл. Мы продали, например, 30 миллионов пластинок СД, например, в общем-то, и все такое прочее, например. Вот. У меня с этим, как бы называется, все в порядке, например. Только благо России и благо русских людей, вымирающей нации, чтобы человек смог спокойно глушить рыбом, динамитом, пороть клевых телок, ездить на Ладе Калинин, например, в общем-то, это, допустим, иногда играть в казино, когда там жена разрешит, например, в общем-то, это, вот. Ну, жить нормальной, светлой, радостной жизнью, например, в общем-то, да. Слушай, ну нам, к сожалению, пора заканчивать эфир, я тебе последний вопрос задам, а вдруг ты реально выиграешь? Ты представляешь, как у треш и угар начнется. Над этим, над этим нужно, над этим нужно работать, например, да, всем людям, даже если вы не живете в Кимках, например, да, называется, но вы можете уже, допустим, через... А можно взять открепительный и проголосовать в Кимках за тебя? Да, всем нужно флешмоб делать, брать открепительный талон в своих регионах, ломить суда, уговаривать людей, например, знакомиться в социальных сетях, просто даже в сексуальных сетях, допустим, знакомиться, например, с какими-то герлами, людьми, например, из Химок. Даже если вы живете на Дальний Восток, все равно ломить из суда, например, да, сейчас, вот, ну, знаешь, вот есть, вот, допустим, предположим, Красный Октябрь, да, называется, да, там масса всего. Вот, вот, у нас такой же комплекс «Правда», «Правда-24», например, да, мы сейчас там взяли тоже большой ангар, установили примерно 400-500 нар, например, да, на днях придут фуры с едой, с самогоном, например, да, и любой человек может приехать работать дико в штабе, получать КТР еду, самогон, например, да. Вот, нужно дико, нужно всем миром навалиться на Химки, например, понимаешь, всем миром, всей России, все ломитесь, даже США ломитесь в Химки, можете жить пока в оппозиционном лагере и участвовать в пиар-компании моей мэра города. Вы знаете, я хочу, чтобы «Паук», конечно, например, выиграл выборы и, в общем-то, стал не только мэром Химок, но и мэром, может быть, даже всей Руси. Вот поэтому выпьем за тебя. Это Минаев Лайв был в прямом эфире с «Пауком», «Everybody», а также за рубежом, или как там «Чиверс» говорят? Нет, также за рубежом, да. Да, также за рубежом.